17 февраля глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов представил ежегодный отчет о результатах деятельности муниципального образования в 2022 году. В мероприятие, которое прошло в актовом зале администрации района, приняли участие председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, депутаты Госсовета Хасы Республики Адыгея, прокурор района, главы сельских поселений, представители правоохранительных органов, духовенства и общественных организаций, руководители образовательных учреждений и учреждений культуры, старейшины района, начальники управлений и отделов администрации района. В своем докладе Заур Хамирзов рассказал о состоянии дел в экономике, дорожном строительстве, благоустройстве, образовании, культуре, спорте и других направлениях жизнедеятельности муниципалитета. Уважаемые депутаты, приглашенные сегодня в своем ежегодном докладе, я хотел бы остановиться на основных результатах развития Кашхабльского района за прошедший год. Как и в предыдущие годы, в 2022 году, приоритетной целью в развитии нашего района оставалось обеспечение достойного качества жизни населения с учетом состояния экономики, сельской инфраструктуры и реальных социальных возможностей. Минувший год был наполнен большими преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности района и, безусловно, оставил свой добрый след для его истории. Он прошел под эгидой столетия государственности Адыгеи. В праздновании значимой для республики даты сопутствовали различные праздничные и культурно-массовые мероприятия, активные участия в которых приняли и жители нашего района. Знаковую дату отметили и наши братские республики, Карачаево-Черкесия, Капарпинная Балкария, чьи делегаты посетили нашу республику и наш район в рамках культурного обмена. Отрадно отметить, что многие наши уважаемые земляки были удостоены юбилейной медали к столетию образования Адыгеи из другого региона Мурат Королевевича Кумпилова. Не менее значимым событием стало открытие соборной мечети в ауле Кашхады, ставшей центром духовной и просветительской жизни района. Сегодня же, подводя итоги работы за истекший период 2022 года, можно отметить, что большинство намеченных задач реализованы во многих сферах, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт. Некоторые вопросы находятся на стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит работать. По-прежнему актуальным остается решение демократической ситуации, находящейся на особом контроле в угловой регионе и руководителями муниципалитетов. За минувший год на территории района проведено множество весомых мероприятий, способствующих укреплению института семьи. Проводилась масштабная работа по пропаганде семейных ценностей. По состоянию на 1 января 2023 года, общая численность населения района составила 29 569 человек, в том числе 7 597 пенсионеров со средней пенсией 15 330 рублей, 6 614 детей, трудоспособное население 15 358 человек. Средняя продолжительность жизни в Кашкабрском районе составляет 73 года 3 месяца. В последние годы в районе наблюдается превышение уровня смертности и надрождаемости, что сказывается на естественной упали населения. В 2022 году родилось 239 детей, аналогичный период прошлого года 283, что составляет 84,5% к предыдущему году. Количество умерших 413 человек, аналогичный период прошлого года 434 или 95,2%. В среднем по району число умерших 1,7 раза превысило число родившихся. Много внимания уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей. Выплаты на детей 2150 семей с детьми составили 205 миллионов 300 тысяч рублей. За 2022 год 6433 человек получили различные виды социальных выплат на общую сумму 262 миллиона рублей, что на 12% больше уровня 2021 года. Социальная выплата – это тоже часть доходов семьи, которые влияют на качество жизни населения. Решение демографических вопросов, поддержка материнства и детства всегда были и будут в числе приоритетных. В рамках реализации муниципальной программы по социальной поддержке граждан в минувшем году было выдано 157 детских наборов для новорожденных. Аналогичный период прошлого года – 283 наборов на сумму 427 тысяч 400 рублей. В канун Нового года работники бюджетной сферы, а также предприниматели района, вручили игрушки и сладкие подарки 900 детям из многоодетных маловечных семей, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В том числе 93 подарка получили дети из семей участников специальной военной операции. Напряженной остается ситуация в сфере семейных отношений. За год зарегистрировано 75 браков и 119 разводов. На протяжении последних лет администрация регулирует закрепление жителей в районе путем их участия в различных госпрограммах по улучшению жилищных условий. Пяти молодым семьям получены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение строительства жилья на общую сумму 6 миллионов 700 тысяч рублей. Не менее важное направление – забота о детях, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году для них было приобретено 3 жилых помещения на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей. На очереди еще 43 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из которых у 23 наступил возраст для приобретения жилья. В 2022 году разносторонняя социальная помощь оказана семьям мобилизованных участников специальной военной операции. В районе был открыт пункт приема гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик в рамках республиканского проекта «Мы вместе». Всего было собрано более 3000 единиц предметов первой необходимости. Дети из семей мобилизованных граждан освобождены от родительской платы в детских садах и школах. 55 семьям участников специальной военной операции оказана материальная помощь на сумму 1 миллион 68 тысяч рублей на различные цели. Это приобретение дров, одежду детям, ремонт домовладений, кровли, отопление, реструктуризация долгов по оплате ЖКУ, газификация. По линии соцзащиты выплачена единовременная помощь 57 гражданам, прибывшим из Херсонской области на сумму 5 миллионов 7 тысяч рублей, 74 гражданам, находящимся в пунктах временного размещения на сумму 1 миллион 480 тысяч рублей, 61 человеку, прибывшему с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на сумму 610 тысяч рублей. 35 детей мобилизованных граждан получили адресную помощь на общую сумму 700 тысяч рублей. 5 семьям погибших военнослужащих и 5 ранним военнослужащим произведены выплаты на сумму 8 миллионов 500 тысяч рублей. Вопросы безработицы также являются индикатором социального благополучия населения. Сегодня ситуация на рынке труда в районе оценивается как стабильная. Уровень регистрированной безработицы на 1 января 2023 года составил 1%. Численность безработных граждан 141 человек. Всего в органы занятости по вопросам трудоустройства за год обратилось 587 человек, из которых 354 были признаны безработными. Трудорустое на 284 человека. В Кашкарском районе через МФЦ и его филиалу оказывается 130 услуг, из которых 81 услуга федеральных органов исполнительной власти, 40 услуг региональных органов власти и 11 услуг муниципальных образований. За 2022 год в НФЦ и его филиалу обратилось 23 699 человек, которым оказано 31 576 услуг, из которых 162 услуги – это услуги муниципального уровня. За отчеткой перевод органами местного самоуправления населению оказано более 24 тысяч услуг. Сбалансированный бюджет – основа для уверенного развития муниципалитета и главный инструмент, позволяющий достичь поставленных районам целей и задач. Главным условием выполнения принятых социальных обязательств населения муниципалитета является наполняемость бюджета. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашкарский район за 2022 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кашкарский район составил 1,353,000,000 рублей, в том числе районный бюджет – 1,272,000,000 рублей, бюджеты поселения – 483,000,000 рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета района налоговые и неналоговые доходы составили 240,900,000 рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы бюджета районного уровня – 165,900,000 рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения – 75,000,000 рублей, безвозмездное поступление – 1,112,200,000 рублей, из которых дотации составили 264,100,000 рублей, субсидии – 515,600,000 рублей, субвенции – 311,400,000 рублей, Иные межбюджетные трансферты – 18 млн 600 тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления – 6 млн 200 тыс. рублей. Это средства, поступившие на реализацию мероприятий, программы комплексного развития сельских территорий. Доход бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы остатков субсидий прошлых лет – 2 млн. рублей. Возврат целевых остатков, образовавшихся на 1 января 2022 года, республиканский бюджет Республики Адрогейса составил 2 млн 700 тыс. рублей. Исполнение консервированного бюджета муниципального образования Кашкабовского района по налоговым и неналоговым доходам к уточненному годовому плану составило 100,4%. Отклонение от плановых показателей – 900 тыс. рублей. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за предыдущий 2021 год составило 206 млн 100 тыс. рублей. В том числе районный бюджет – 142 млн 600 тыс. рублей, бюджет из сельских поселений – 63 млн 500 тыс. рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления составили консервированный бюджет района – 116,9% на 34 млн 800 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Районный уровень бюджета – 116,3% на 23 млн 300 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Бюджет поселений – 118,1% на 11 млн 500 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Наибольший рост сложился по налогам на доходы физических лиц. Темп роста по данным платежам уровня прошлого года составил 122,7%. Рост поступлений обусловлен увеличением размера МРОД и увеличением плановых целевых показателей по оплате труда работникам бюджетной сферы, подпадающих под действием майского указа президента Российской Федерации. Расходы консолидированного бюджета района за 2022 год составили 1,342,2 млн 200 тыс. рублей. Из них заработная плата с начислением на нее – 619,4 млн 400 тыс. рублей или 46,1% от общей суммы расходов. Расходы бюджета муниципального района составили 1,264,5 млн 500 тыс. рублей, из которых расходы на заработную плату и начисления на нее составили 570,7 млн 400 тыс. рублей или 45,1% от общей суммы расходов. Расходы по основным бюджетным сферам за 2022 год составили 666,2 млн 200 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 605,6 млн 600 тыс. рублей, в сфере культуры – 60,6 млн 600 тыс. рублей. В 2022 году на реализацию муниципальных и ведомственных и комплексных программ было направлено 1,186,5 млн 500 тыс. рублей или 90,8% расходов бюджета района. По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 78,6 млн или 6,2% от общей суммы расходов бюджета. По итогам 2022 года целевые ориентиры по исполнению указов Президента Российской Федерации, касающихся уровня среднего заработка, платы педагогических работников, общеобразовательных, дошкольных, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников культуры, исполненных в полном объеме. За 2022 год общая сумма контрактов, заключенных в муниципальном образовании Кашхабрский район, составила 184,5 млн 500 тыс. рублей, отчетов 56 закупок. Экономия бюджетных средств составила 8 млн 380 тыс. рублей, или 4,7% от общей максимальной цены контракта. От того, насколько успешно работают наши промышленные предприятия, напрямую зависит рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспеченность рабочими местами. Отрасль промышленного производства района охватывает сферу додучи полезных ископаемых, а также перерабатывающую сферу. В 2022 году прирост производства и отгрузки товарной продукции в целом по районам составил 29,2% к уровню предыдущего года и составил более 4,7 млрд рублей. Тем самым плановые прогнозные показатели исполнены на 149%. Основной объем отгруженной продукции приходится на долю ООО «Мамрука», «Южгазэнерджи», «Адегейнеруд», «Кашкабрский сырзавод», «Владимирский карьер», «Питумоп», «Стройресурс». Пищевая и газодобывающая промышленность являются приоритетными отраслями для нашего района. Одним из важнейших социальных критерий является доход в населении, из которых основной – это заработная плата. На сегодняшний день рабочие места для трудозапособного населения и потребностей рабочей силы формируют 170 предприятий – это 2700 работников, а также 764 и ПЭР – это 340 работников, более 700 занятых граждан. За минувший год работа по легализации трудовых отношений позволила вывести из теневой занятости 107 работников. Работодатели района смогли сохранить тенденцию ежегодного увеличения среднемесячной заработной платы. За 2022 год прирост составил 16,3% от уровня 2021 года и достиг 37 505 рублей по крупным и средним предприятиям. Исполнение показателя КПА по уровню заработной платы на предприятиях в бюджетной сфере достиг 31 402 рубля за январь-ноябрь 2022 года. На предприятиях вне бюджетного сектора – 24 454 рубля. Тем самым, закрушив год, выполнены плановые значения по показателю эффективности деятельности высших должностных лиц по субъектам Российской Федерации темп роста среднемесячной заработной платы работников организации. Работа по повышению и легализации заработной платы является для нас одним из основных приоритетов и должна продолжаться путем тесного сотрудничества и взаимодействия всех структур, имеющих к этому отношениям. Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов в рослое экономики, который влияет на уровень качества жизни населения. В районе сформирован инвестиционный паспорт, где собрана вся необходимая информация и нормативная база для инвесторов, включая свободные земельные участки и площадки, которая размещена в свободном доступе на официальном сайте администрации района. Основными источниками инвестиций являются собственные средства предприятий, а также средства бюджета всех уровней, инвестируемые в ходе программных мероприятий. В последние годы участие Кашкабрского района в программных проектах по улучшению коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов является одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности района, которые позволили привлечь в 2022 году бюджетные инвестиции на сумму 512 млн. рублей. Общий объём инвестиционных вложений в основной капитал за 2022 год по крупным и средним предприятиям без МСП составили 320 млн. рублей, что способствовало исполнению планового показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления по объёме инвестиций в основной капитал. Газодобывающим предприятиям Южгазэнерджи капитальные вложения направлены на ремонт скважины и обновление оборудования на сумму 139 млн. 500 тыс. рублей. ООО «Мамрука» идёт ежегодную модернизацию оборудования действующего производственного цикла. Сумма инвестиционных вложений предприятия составила 38 млн. 200 тыс. рублей. В районе инструкции 2021 года реализуется масштабный проект по строительству массово-инструкционного завода производительностью 500 тонн в сутки ИП «Мамрукова-Руслана» на земельном участке общей площади 5,9 гектаров. Планируемый объём инвестиций по проекту составляет 2 млрд. 300 млн. рублей, а также предусматривает создание 250 рабочих мест. С начала реализации проекта объём вложенных средств составил более 350 млн. рублей. В районе имеется 7 инвестиционно-привлекательных площадок в пяти поселениях, на которых возможна реализация реализующих проектов. Нам необходимо продолжить развивать инвестиционно-привлекательную среду для потенциальных инвесторов. Серьёзным резервом развития района и улучшения социального климата безусловно является успешное продвижение малого и среднего бизнеса. Сегодня деятельность в сфере малого предпринимательства реализует 2154 человека. Предпринимательская деятельность привлекла в виде налоговых платежей в районе бюджета 53 млн. 600 тыс. рублей, что на 25,8% выше уровня прошлого года, а также составляет 22,2% от общего объёма налоговых и неналоговых поступлений. Большинство малых и средних предприятий охватывают сферу услуг торговли и строительства и соседского хозяйства. Бесспорно, что лидирующая роль принадлежит принимателям торговой сферы более 55% от общего числа. В нашем районе представлены крупные сетевые компании, реализующие продовольственные товары населению. Это сеть магазинов «Магнит», «Пятёрочка», «Ассортиэкспресс», «Табрацен». В 2022 году дополнительно введено в эксплуатацию 7 новых объектов в розничную торговлю, что привело к росту общей торговой площади района на 529 квадратных метров. Наличие такой инфраструктуры формирует конкурентную среду в экономике и даёт возможность удалить свои потребительские предпочтения в своём районе, не выезжая за его пределы. Потребительская сфера муниципалитета насчитывает более 260 объектов, где труется более 2000 человек. Важнейшим критериям развитости потребительского рынка является обеспеченность населения торговой площадью, которая на сегодняшний день составляет 10 900 квадратных метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей достигла 360 квадратных метров, что на 28,6% больше установленного на мотивы обеспеченности. Оборот розничной торговли на 88% формируется розничными торговыми предприятиями, остальные 12% – это доля ярмарочной торговли. Наша приоритетная задача – увеличение мест торговли для реализации сельскохозяйственной продукции. С этой целью в 2022 году проводилось 154 ярмарки на 90 торговых мест, работа которых носит еженедельный характер. Тем самым создаются условия для стимулирования конкуренции, развития мелкорозничной торговли, противодействия росту цен на социально значимые товары. Для решения задач по развитию деятельности субъектов МСП на муниципальном уровне сформирована комплексная система финансово-имущественной, информационно-консультационной и организационной поддержки предпринимателей. Более 80 представителей МСП нашего района смогли принять участие в мероприятиях региональных проектов, национального проекта «Малое и сведения предпринимательства». Центром поддержки предпринимательства Республики Адыгея, выделенное нашим предпринимателям, 8 займов на сумму 27 миллионов 300 тысяч рублей, предоставлено 2 поручительства на сумму 21 миллион 700 тысяч рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы в размере 31 миллиона рублей. В рамках муниципальной поддержки выделено в качестве специально поддержки субъектов МСП 100 тысяч рублей. В части имущественной поддержки на начало 2022 года в перечне включено 35 объектов муниципальной собственности, из которых 31 объект передан в аренду предпринимательного района. Активная работа администрации по вовлечению в оборот ранее неиспользованных земельных участков и передачи их в аренду. Эффективное администрирование платежей и претензионная исковая работа способствуют пополнению доходной части бюджетов, о чем свидетельствуют цифры. За 2022 год в консультированный бюджет района поступило доходов от аренды земли в сумме 48 миллионов 200 тысяч рублей, что на 3,7% больше предыдущего года. Агропромышленный комплекс является основой многоотраслевой экономики муниципалитета, служит главным источником доходов до 2,5 тысяч человек, занятых на предприятиях агропромышленного комплекса. Производство сельскохозяйственной продукции в Кашкаповском районе сосредоточено на семи предприятиях, а также в 245 фермерских хозяйствах. Ежегодно наши сельскохозяйственные производители внедряют передовые технологии, приобретают современную технику и оборудование, закупают крупный рогатый сход, что позволяет им развиваться и получать прибыль. В Тружинном комиссии в 2022 году произведено 119 800 тонн зерна, это 107% по уровню прошлого года с учетом зернобобовых культур, при урожайности 52,7 гектара. Пассивная площадь в 2022 году составила 34 206 гектаров, площадь зерновых и зернобобовых составила 18 565 гектаров, или 43,2% по уровню прошлого года. В 2022 году сложились более благоприятные погодные условия, что повлияло на получение высокой урожайности сельскохозяйственной культуры. Все необходимые обработки посевов выполнены в оптимальные сроки и с высоким качеством. Урожай основной зерновой культуры, азимой пшеницы, составил 79 200 тонн. Применение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, наличие квалифицированных кадров, современная техническая база позволяет достичь высокого уровня развития растеневоза в районе. С одного гектара аграрий получили в среднем по 55,6 центнера. Лидером производителей зерна стало предприятие «Премиум», урожайность зерна которого достигла 72,7 центнера с гектара. Производством животноводческой продукции в Ташкавовском районе занимаются 8 христианско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. Поголовая КРС в прошлом году составила 9 796 голов, в том числе фуражных коров 5 154 головы, что на 100,2% выше уровня прошлого года. Благодаря участию в программе «Агростар ТАП» в минувшем году гранты получили 16 христианско-фермерских хозяйств на общую сумму 30 миллионов 200 тысяч рублей, за счет чего удалось приобрести 7 тракторов и 8 единиц навесного инвентаря. За период с 2012 по 2022 год в Кашкавовском районе за счет участия в программных мероприятиях 112 христианско-фермерских хозяйств получили господдержку на общую сумму 253 миллиона 100 тысяч рублей, из которых 56 хозяйств направили деньги на отрасли растеневодства, 22 хозяйства на развитие животноводства удалось создать в целом по району 95 рабочих мест. Животноводы района сохранили положительную динамику по производству мяса молока и яиц. Подоловье овец и коз в количестве 24 945 голов является самым крупным республикой Адыгея, подоловье свиней 990 голов. Производство мяса скот и птица на убой в живом весе по итогам года достигло 4597 тонн, что составляет 102,1% к уровню прошлого года. Валовый надой молока в районе на 1 января 2023 года составил 26 777 тонн, что составляет 101,1% к уровню прошлого года. Закладкам многолетних насаждений в районе в последние годы уделяется особое внимание. Заложено всего 119 гектаров, в том числе за 2022 год 3 гектара черешни. Из общего числа многолетних насаждений яблони занимают 70 гектаров, черешни 24 гектара, сливы 14 гектаров, вишни 8 гектаров. Ягодными культурами занимаются 5 хозяйств. Купика вырастывается на площади 4 гектара, малина на 2 гектары, ежевика 2 гектара. Валовый сбор якодных культур составил 4 тонны 500 кг. С каждым годом все больше хозяйств занимается овощеводством и ягодными культурами. В прошлом году овощеводством занимались 6 хозяйств. Валовый сбор составил 285 тонн. В основном выращивают такие культуры, как помидоры, огурцы, лук, чеснок. Валовый сбор картофеля составил 200 тонн. Объем финансирования по всем видам субсидирования в Кашкабовском районе за 2022 год достиг 72 миллионов 500 тысяч рублей, что является немаловажным подспорьем для 22 фермерских хозяйств. Нам следует активнее развивать крестьянское фермерское хозяйство, оказывать содействие в расширении их производственной базы и участие в различных федеральных и региональных программах. Актуальными в районе всегда остаются вопросы благоустройства, строительства и различной коммунальной инфраструктуры. В настоящее время территория района осуществляет свою деятельность 7 строительных организаций. За 2022 год застройщикам выдано 100 разрешений на строительство, в том числе 87 объектов, это ИЖС, общей площадью 7900 квадратных метров, а также 12 объектов капитального строительства. За этот же период выдано 11 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. За период 2022 года введено в строй 9300 квадратных метров жилья, что составляет 143,7% к уровню 2021 года. Наша задача – сохранить позитивную динамику и в текущем году. Решение проблем ветхого и аварийного жилья, расположенного на территории района, в 2022 году осуществлялось в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет которой удалось переселить 142 собственника 79 жилых помещений площадью 1318 квадратных метров на общую сумму 109 миллионов 400 тысяч рублей. Администрация района уделяет самое пристальное внимание работе управляющих компаний и программам по ремонту жилого фонда, обустройству здоровых территорий. Ослуживанием и ремонтом системы жизненного обеспечения в районе занимаются три управляющих организации. Паспорт готовности к отопительному сезону был своевременно получен. Объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы были подготовлены к работе в зимних условиях, где было допущено аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района. В минувшем году завершены ремонтные работы на участке теплотрассы к жилым многоквартирным домам по улице Филатова в поселке Майский. Также в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнена работа по замене теплообменников в котельном номер один в поселке Майский на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Актуальным на сегодняшний день остается вопрос содержания жилищного фонда по программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» по улице Филатова в поселке Майский. В ТАОС провести работу по капремонту пяти многоквартирных домов, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений, замена кровли, ремонт фасада на общую сумму 4 миллиона 900 тысяч рублей. На протяжении пяти лет на территории муниципального образования успешно реализуется региональный проект формирования современной городской среды, благодаря которому в 2022 году в АОЛе Кашхабе выполнено оборудование общественной территории на сумму 715 тысяч рублей. Обустроены дворовые территории поселки Дружба по улице Заводская на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей, а также поселки Майский по улице Филатова на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» проделан значительный комплекс работы. В 2022 году выполнена работа по реконструкции подъездных дорог к школе номер 5 и Дому культуры АОЛОК и Чипсин на общую сумму 22 миллиона 300 тысяч рублей. Завершена реконструкция подъездной дороги к школе хутора Карбалина-Гидроицкий протяженностью 518 метров на сумму 19 миллионов 600 тысяч рублей. В селе Вольное построен физкультурно-оздоровительный комплекс на сумму 63 миллиона 200 тысяч рублей. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в АОЛе-Игрухар на сумму 69 миллионов 200 тысяч рублей. Проведены мероприятия по улучшению качества инфраструктуры в сфере здравоохранения. Завершено строительство врачебной амбулатории в селе Вольное на сумму 37 миллионов 300 тысяч рублей. И поселки Майский на сумму 46 миллионов 500 тысяч рублей. Построен дом культуры в поселке Майский с общим объемом финансированной 101 млн 200 тыс. рублей. В школе хутора «Казенок Жорский» построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс общей площадью 540 квадратных метров стоимостью 30 млн 200 тыс. рублей. В 2022 году завершена газификация всех населенных пунктов района путем окончания строительства распределительного газопровода низкого давления в куторе «Красный Фарс» протяженностью 3,2 км на сумму 4,3 млн 300 тыс. рублей. Хочу отметить, что в порядке софинансирования данной программы было собрано 6,2 млн 200 тыс. рублей вне бюджетных средств. Отдельные слова признательности хочу сказать жителям, принимателям и организациям, активистам общественного самоуправления. Благодаря вашему участию, сегодня жизнь на местах меняется и очень важно, чтобы вы готовы брать на себя ответственность и участвовать в совместной работе. Данная работа продолжается и в текущем году путем формирования проекта с методом документации для участия в вышеуказанной программе, которая дает возможность отремонтировать и построить новые социальные объекты. Согласно федеральному закону о газоснабжении в Российской Федерации, в 2022 году на территории района продолжается реализация программы социальной догазификации, которая позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. В рамках госпрограммы догазификации 11 человек получили социальный контракт на газификацию жилого домовладения на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. В данную программу включено 495 домовладений и 100% существующей потребности. Не менее важный отрасль, который формирует комфорт, качество жизни и удобство жителей, это развитие дорожной сети, которая содержится за счет средств дорожного фонда. По итогам года в дорожный фонд района поступило 24 миллиона 200 тысяч рублей. За счет этих средств отремонтировано 45 километров 700 метров дорог на сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей. Подключено 1214 светоточек на сумму 7 миллионов 500 тысяч рублей. Также выполнены мероприятия по расчистке каналов, кубетов, долг улиц, монтажу, светильнику, ямочному ремонту, установке дорожных знаков. На территории муниципального образования Кашкабрского района находятся дороги общего пользования местного значения, располагающиеся в границах муниципального района общей протяженностью 579 километров 200 метров, включая 177 километров дорог общего пользования, а также 402 километра дорог местного значения. В целях решения вопроса по улучшению состояния автомобильных дорог на протяжении последних трех лет мы участвуем в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в ходе которого в 2022 году приведено нормативное состояние автомобильной дороги местного значения протяженностью 6 километров 346 метров. В рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций» реализованы мероприятия по обустройству пешеходных переходов по улице Чепсин и село Натырбово на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. В минувшем году на территории села Вольная создана пожарная часть с численностью работников 12 человек для обслуживания пяти населенных пунктов. Такая мера была вызвана территориальной удаленностью в ближайшем части находящейся поселки Майский, что увеличивало время ожидания пожарников. В 2022 году были выполнены работы по расчистке защитной дамбы от растительности на реке Лоба в районе села Натырбово протяженностью 5 километров 200 метров. Проведено укрепление путовым камнем двух участков протяженностью 195 метров. Общий объем финансирования на эту цель составил 28 миллионов 700 тысяч рублей. В течение последних пяти лет мы ведем понамерную деятельность по созданию удобных и многофункциональных общественных зон. Уверен, что наши жители оценивают работу данного направления только по положительным ключам. Об этом следует активное участие в программе грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Которая осуществляется за счет грантов в сфере поддержки общественных инициатив и активного участия в дни предпринимателей и жителей. В 2022 году удалось осуществить следующее мероприятие. Это полустройство парковой зоны по улице Шабринова в Ауле и Гурыхаре. Полустройство территории, прилегающей к социальным объектам всего Вольная. Ремонт тротуара по улице Степная в Ауле и Гуршихаре. Полустройство детской площадки в Утарикнатьевский. Полустройство подъездных путей к Дому культуры и врачебной амбулатории поселок Майский. Объем финансирования по указанным объектам составил 5 миллионов 400 тысяч рублей. В том числе средства бюджетных поселений и средства, поступившие от населения и предпринимателей, составили 1 миллион 300 тысяч рублей. Большое внимание на протяжении всего года отводилось в вопрос чистоты населенных пунктов. Сельскими поселениями еженедельно проводилась акция «Чистый четверг». В все уровни было организовано 27 субботников, в которых активное участие принимали депутаты, общественные организации и жители. Целью благоустройства общественных пространств является создание атмосферы комфорта и безопасности территории. Особое внимание уже выделяется условиям, в которых учатся и воспитываются наши дети. Образование – это инвестиция в человеческий капитал. В 13 дошкольных образовательных учреждениях района в отчетный период функционировало 65 групп, в которых насчитывалось 1332 воспитанника и 139 педагогических работников. Обеспеченность местами детей в возрасте от полутора лет в дошкольных образовательных учреждениях составляет 100%. Детские сады «Улыбка» поселки Майский и Колосок – села Вольная, признанные республиканскими инновационными площадками. В дошкольных образовательных учреждениях годным питанием было обеспечено 522 ребенка или 39% от общего числа воспитанников. В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, где обучаются 3472 ученика. Часто педагогических работников составило 366. По состоянию на 1 января 2023 года в школах района имеется потребность в учителях математики, информатики, физики, химии, биологии, русского СК. В настоящее время проблема нехватки кадров решается совместителями. В целях проведения профориентационной работы с обучающимися и привлечения квалифицированных педагогических кадров реализуется муниципальная программа развития системы образования, в рамках которой предусматривается выплата единовременного пособия в размере 600 тысяч рублей молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования района, к социальному выплату студентам в размере до 10 тысяч рублей в месяц, обучающимся по договорам о целевом обучении. Учебный год завершили 2472 обучающихся школ района, из которых на отлично закончили 422 учащихся, на хорошо и отлично на 1096 учащихся. 8 детей условно завершили учебный год с осенним заданием по одному или двум предметам. Аттестаты в основном общем образовании получили все 300 выпускников 9 классов школ района. Аттестаты в среднем общем образовании получили 85 выпускников 11 классов или 95,5%. 4 выпускника не получили аттестаты 4,5%. Аттестаты особого образца и медали за особый успех в учении получили 6 выпускников. Самый высокий полученный в ходе государственной итоговой аттестации результат составил 94 балла. С 1 сентября 2022 года на базе школ номер 1 Аллока Шкабль и номер 8 села Новтыпова открыты и функционируют профильные классы. Школьная столовая села Вольная впервые в истории республики стала победителем вдруг номинация «Лучший школьный повар» и «Лучший тематический стол» в финальном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 2022 года, который прошел в городе Уфа, республики Башкортостан. Во всех образовательных учреждениях района созданы условия для выявления и развития одаренных ребят. 59 обучающихся образовательных учреждений района приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Из них победителями стали 3 учащихся, призерами 11. В республиканских конкурсах победителями стали 11 учащихся, призерами 20. Хорошие достижения есть и у педагогических работников. Призерами всероссийских конкурсов стали 2 педагога, республиканских 5. Администрация района ежегодно оказывает поддержку одаренной молодежи. В 2024 году 38 студентов, выходцев из нашего района, получили степендию имени Димбота Кирашева за отличные успехи в учебу, на общую сумму 190 тысяч рублей. Много перспективных идей и предложений было озвучено нашими студентами, принявшими участие ежегодно в межрегиональном стете «Талантской молодежи ФИШ» с участием главы региона Мурата Кумбелова. В соответствии с указом президента Российской Федерации, обучающиеся первых и четвертых классов получали бесплатные завтраки за счет всех источников финансирования на сумму 13 миллионов 200 тысяч рублей. В районе работают два учреждения дополнительного образования, где занято 89 педагогов. На базе центра дополнительного образования в Кашкабрьской детской и юношеской спортивной школе программами дополнительного образования было охвачено 4 тысячи обучающихся. Высокое достижение детей отмечается на российском, региональном и муниципальном уровне. За счетный период дети приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня, заняли 39 первых и призовых мест. Приоритетным в районе остается патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во всех школах созданы первичные ячейки юно-армейских отрядов, куда входит 271 человек. Количество граждан, занимающихся добровольческой и волонтерской деятельностью в районе, составляет 1498 человек. В общеобразовательных учреждениях насчитывается 2500 добровольцев, из которых 1225 детей в 2022 году приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках российского движения школьников. Хочу отдельно остановиться на вопросах организации отдыха и оздоровления. За прошлый год оздоровительные компании было охвачено 822 ребенка. Из них в пришкольных лагерях района отдохнули 672 ребенка. В лагерях Горный и Лань поправили свое здоровье 148 детей. Один учащийся поплывал в лагере Артек, двое на Черноморском побережье, в лагере Смена. К улучшению материально-технической базы образовательных учреждений входит в число наших приоритетных задач. Для организации бесплатного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно, используется 14 школьных автобусов. В 2020 году получен один новый автобус стоимостью 4,6 млн рублей для школы номер 1. В рамках федерального проекта современной школы национального проекта образования открыты центры образования «Точка роста» до базы школ номер 4 Аллахач-Мизи, номер 6 поселок Дружба, номер 12 Утро-Козелинок-Ужорский на сумму 3 млн 400 тыс. рублей. Общий объем финансирования по образовательным учреждениям в отчетный период составил 70 млн 900 тыс. рублей. Администрация района всегда уделяет пристальное внимание вопросам организации медицинского обслуживания населения и качества предоставляемых услуг. Совместно с руководством Кашкабрской районной больницы решаются вопросы сохранения здоровья населения, повышения качества и доступности медицинской помощи. Главная из них – это профилактические меры по иммунизации населения, кадровое обеспечение, снижение смертности населения, улучшение материально-технической базы учреждений. Лечебная сеть учреждений здравоохранения района – это центральная районная больница и поликлиника, 6 врачебных амбулаторий и 11 фарпов, круглосуточный стационар на 87 лечебных коек, один мобильный фарп для проведения терапевтических и педиатрических приемов. Для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях на базе районной больницы функционирует кабинет центра онкологической помощи, где больные могут получать процедуры химиотерапии и реабилитации. За ушедший год в условиях дневного стационара была проведена химиотерапия 83 пациентам. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудится 284 человек, в том числе 35 врачей, 127 средних медицинских работников, 122 работника прочего персонала. В 2022 году средняя заработная плата выросла и составила у врачей 56 924 рубля. Плановый целевой показатель по республике Адыгееву у врачей 55 671 рубля. У среднего медицинского персонала 28 298 рубля. Плановый целевой показатель по республике Адыгееву среднего медперсонала 27 935 рубля. В целом по учреждению средняя заработная плата в сфере здравоохранения достигла 29 555 рублей. Несмотря на ежегодный рост уровня заработной платы в сфере здравоохранения, укомплектованная с кадрами недостаточная. Мы испытываем острую нехватку таких специалистов, как габдиолог, офтальмолог, онколог, травматолог и многих других. В 2022 году 7 новых врачей поступили на работу в районную больницу. 6 уволились. По программе «Земский доктор» 5 врачей получили господдержку по 1 миллиону рублей. Так, в целях сокращения кадрового дефицита, полмуниципальной программы поддержки и привлечения медработников, один врач районной больницы в прошлом году получил служебную квартиру стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. В текущем году планируется покупка служебного жилья для врача-терапевта врачебной амбулатории поселка Майский и врача-терапевта Кашкабовский царь. Благодаря реализации нацпроекта здравоохранения, в последнем году улучшилась материальная база лечебно-диагностического оборудования в районе. В целях модернизации первичного звена здравоохранения, в 2022 году был приобретен и введен в эксплуатацию рентген-диагностический аппарат для проведения ломографической диагностики стоимостью 12 миллионов 900 тысяч рублей, а также флюорографический рентген-аппарат на сумму 14 миллионов 900 тысяч рублей. Был получен автомобиль для Ходзинской амбулатории стоимостью 690 тысяч рублей. Цель создания оптимальной инфраструктуры медицинской организации ведется в строительство врачебной амбулатории в поселке Дружба на сумму 25 миллионов рублей. В третий год в районе используется самовиация для доставки эстерных больных в республиканскую полицию для оказания им неотложной помощи. За истекший год было совершено 4 улита в Кашкабульский район. По итогам 2022 года объем финансированной сферы здравоохранения района за счет всех источников финансирования составил 201 миллион 100 тысяч рублей. Хочется надеяться, что все проводимые в сфере здравоохранения реформ будут способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для нашего населения. Культурное и духовное развитие населения – маловажное участие в развитии общества. В Кашкабульском районе функционируют 16 учреждений культуры, в которых работают 155 кубных формирований и занимаются 2624 человека. Проведено 3460 культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам. В минувшем году в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятнике и истории культуры» проходил цикл мероприятий по полустройству. В мероприятии приняли участие пять волонтеров Центра добровольческого движения Республики Адыгея – волонтеры культуры из нашего района. Активно реализуется на территории нашего района программа «Пушкинская карта», в которой участвуют все учреждения культуры и которая призвана помочь подросткам и молодым людям приобщиться к искусству без бакна, сходить в кино, театры, филармонии, на выставки. За минувший год по данной программе было приобретено 1022 билета на различные культурные мероприятия на общую сумму 152 тысячи 450 рублей. Средняя стоимость билета составила 150 рублей. В отчетный период творческие коллективы учреждений района принимали участие в международных, региональных, республиканских фестивалях и конкурсах, где были бы достойны звания лауреатов и дипломантов. За последние годы построено 2 и отремонтированы 4 дома культуры. Остальные дома культуры запроектированы на капитальный ремонт. На территории района функционируют 15 библиотек, центральная районная библиотека, детская модельная библиотека и 13 филиалов. Их основной деятельностью является библиотечное информационное обслуживание и культурно-последовательская деятельность. В 2022 году указом президента был объявлен годом культурного наследия народов страны, в рамках которого для читателей библиотек были организованы выставки и мероприятия. Библиотечный фонд района насчитывает 222 740 книг. Книговыточа составляет 35 931 экземпляр. Число пользователей более 13 тысяч человек. Минувший год библиотечный жизненный район отмечен. Участвуем в конкурсном отборе по модернизации библиотек в рамках национального проекта «Культура», по результатам которого Ходсенская сельская библиотека вошла в число победителей. Ее создание запланировано и нынешний год. Она станет третьей модельной библиотекой в районе. Подключение к электронному каталогу системы автоматизации библиотек Ильбис-64. 8 библиотечных специалистов прошли дистанционное обучение по востребованным в библиотеках компетенции с получением удоставления повышения квалификации. На комплектование книжных фондов, муниципальных общедоступных библиотек, в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» было бы выделено 162 тысячи рублей. Важную роль в деле сохранения здоровья населения играет физическая культура и спорт. Около 15 тысяч жителей района на систематической основе занимаются физической культурой и спортом. Их количество с каждым годом увеличивается, что является планомерным результатом работы органов местного самоуправления по улучшению материальной и технической базы путем участия в программных и инфраструктурных проектах. В районе насчитывается более 110 объектов спорта. Имеется 81 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В рамках госпрограммы «Республика Адыгея. Развитие физической культуры и спорта» оборудована и введена в эксплуатацию «Умная спортивная площадка» в Ауле Бичипсин стоимостью 26 миллионов 300 тысяч рублей. В сфере физической культуры и спорта занято 62 человека. Работает 89 секций по 11 видам спорта. Охвачены все населенные пункты района, в которых занимается 1194 детей. Регистрацию в системе ГТО прошли 8738 человек. Тестирование прошли 9816 жителей района. Спортсмены района ежегодно приумножают футбольные традиции, достойно выступая на различных соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровня. В рамках всероссийского проекта «Мини-футбол-школу» наши футболисты стали призерами республиканских финальных соревнований, а также заняли первое место в республике Адыгея в двух возрастных группах. Команда «Кошка» пускай района стала чемпионом первенца республики Адыгея по футболу. В рамках проекта «Мини-футбол-школу» Биуфо и СКФО вставали призовая второе место. Немало достижений у наших спортсменов на всероссийском и международном уровне. Нельзя не отметить заседшего Аслана, занявшего второе место на Кубке России и второе место в международном турнире по тяжелой атлетике, а также дохого Азамата, ставшего победителем чемпионата вооруженных сил по самбо. Значимым спортивным событием стало конноспортивное состязание Кубок Республики Адыгея по конным пробегам, впервые прошедшим на территории нашего района по улице Чекси. Мероприятие собрало участок в Изадыгеи, Карачаево-Черкесе, Кабулатинополкарской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев. Спортсмены из нашего района принимают активное участие во многих соревнованиях, становясь победителями и призерами, демонстрируя достойный уровень спортивной подготовки. На сегодняшний день все наши спортивные объекты доступны для всех слов населения, что должно стать фактором активного приобщения жителей к спорту. Немаловажным для успешного социально-экономического развития района является обеспечение общественной безопасности. Благодаря слаженной работе администрации района, сельских поселений, всех силовых структур, полиции, прокуратуры, районного и мирового судов, оперативная обстановка в районе остается стабильной. За прошлый год зарегистрировано 175 преступлений, в 2021 году 168 преступлений и плюс 4,2%. Из них раскрыто и расследовано 141 преступления, процент раскрываемости составил 8,6%. В сфере так называемой пьяной преступности зарегистрировано 37 случаев, что на 15,9% ниже уровня 2021 года. Увеличилось количество краж на 51,3%, что говорит о необходимости усилить работу в этом направлении. Нас радует тот факт, что из тех, что в году не выявлено случаем подростковой преступности, но работа в этом направлении необходимо продолжить. За 2022 год на дорогах Ашхабовского района произошло 24 дорожных транспортных происшествия, аналогичный период прошлого года – 19, в результате которых пострадало 32 человека, аналогичный период прошлого года – 25. Погибло 7 человек, аналогичный период прошлого года – 9 человек. В районе осуществляли деятельность 9 добровольно-народные дружины ТНД, которые принимали активное участие в рейдовых мероприятиях по соблюдению детского закона, правопорядка и в местах массового скопления граждан, соблюдения правил дорожного движения. В 2022 году с участием добровольных народных дружин прошло 33 рейдовых мероприятия. Успешно продолжаем практику проведения сходов граждан в сельских поселениях. Благодаря подобному живому диалогу удается узнать о проблемах и чаянных людей, детально разобраться в каждом возникающем вопросе и сделать все возможное для его решения. В данном направлении плодотворно и конструктивно взаимодействуем с главами сельских поселений, депутатским корпусом, общественными организациями, такими движениями, как Адагахаса, Советы Тиранов, Общество индивидов, Казачье общество, Союз Женщин, Общество Слепых. В составе этих организаций неравнодушные, активные и компетентные общественники, готовые защищать интересы населения, поднимая и решая общественно значимые вопросы с полной ответственностью и осознанием гражданского долга. Так, в 2022 году на мероприятие, проводимые организацией, было направлено 737 тысяч рублей. По инициативе представителей общественного движения Адагахаса, Амина Нечукуева, поселки Сахай, Майкопского района, на месте последнего боя шести партизан, выходцев из Кашкабрского района, было установлено мемориальный камень. Также у здания Дома культуры АО «Игоры Хай» было установлено мемориальный камень в память о жертвах Кавказской войны. Инициаторам мероприятия в очередной раз выступил общественное движение Адагахаса. Ежегодно памятные мероприятия, такие как шествие бессмертного полка 9 мая, День памяти жертв Кавказской войны, День освобождения Кашкабрского района от фашистских захватчиков, День памяти эскорбии и многие другие не менее значимые даты проводятся с участием старейшего района и подрастающего поколения. Большим подспорьем в решении насущных проблем и оперативном реагировании на обращение граждан стало внедрение уработанных муниципалитетов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм-каналов, где отображается социальная, политическая, экономическая, культурная, спортивная жизнь населенных пунктов. Публикуются материалы, имеющие большой спрос среди пользователей социальных сетей. Совместно с Центром управления регионом в нашем районе на протяжении нескольких лет эффективно реализуются системы инцидент-менеджмент, благодаря которой нам удается оперативно реагировать на поступающие негативные комментарии и втрачающие сроки давать разъяснения по тем или иным вопросам. В среднем время ответа составляет 26 минут. Мы всегда держим руку на пульсе и стараемся своевременно решать проблемы наших жителей. За 2022 год в адрес муниципальных образований района поступило 312 обращений. Время рассмотрения обращений составляет в среднем от 1 до 7 дней. На приемы в главы района покупало 160 обещаний, в угол в сельском поселении 285 человек. В числе актуальных вопросов волнующих жителей по-прежнему остаются дороги, в сфере ЖКХ, ПЛО-устройство, социальная газификация. Продолжают поступать обращения жителей в традиционной письменной форме, на которую мы реагируем незаметительно. Уважаемые коллеги, подводя итоги работы во всех сферах жильнодетельности района, хочется сказать, что даже в это непростое время мы сумели решить насущную проблему в развитии социальной сферы экономики. Нам удалось не только сохранить стабильность, но и создать условия для дальнейшего развития района. Хочется выразить искреннюю признательность главе Республики Адыгея, Мурат Кадыбича Кумпилова, Кабинетом Министра Республики Адыгея, Государственным Советом Хаса Республики Адыгея, Советом Народным Компитатом Муниципального Образования Кашхабульского района за помощь и поддержку в решении различных насущих вопросов социально-экономического развития Кашхабульского района. Также выражаю благотанность всем, кто работал на благо района, главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, трудовым коллективам, активным жителям всем, кто своими каждодневными трудами носил вклад в успех общего дела. Уверен, что в 2023 год принесет району еще больше возможностей. Совместными усилиями мы можем сделать многое для улучшения качества жизни граждан, сохранения стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В завершении сессии Совет Народных Депутатов Кашхабульского района решил принять к сведению отчет главы района. Его деятельность и деятельность администрации муниципального образования за 2022 год признать удовлетворительной.